Всем привет дорогие друзья и подписчики, с вами MaxDy7 и в этот раз у нас будет Роспаковка, как сказал бы один уважаемый человек живущий в Китае, но нет, это будет анбоксинг. Дело в том, что конкретно хомячки RollerCoin обещали нам очень много крутых ивентов летом и вот это время настало. Первый крутой, жалко вы не видите, как я показываю кавычки, ивент это доступность Lunar New Year кейса, то есть да, они просто взяли кейс, который был на китайский Новый год и после этого просто-напросто добавили к количеству продаваемых кейсов еще 30 тысяч, то есть на китайский Новый год он был тиражом в 10 тысяч, сейчас он тиражом в 40 тысяч. Это весь ивент, который они придумали, очень увлекательно и интересно и, к сожалению, на своем аккаунте я не смогу открыть кейсов, потому что только-только начал играть, а контент нужно делать, так что спасибо одному моему подписчику, который любезно мне в этом помог. Итак, что ж, начнем. Пожалуй, начнем. Первый кейсик покупаем и молимся на то, чтобы выпало что-то невероятно крутое. Мы нажали купить, а теперь что дальше? Это остается под вопросом. Сейчас сайт крайне сильно лагает, поэтому сказать, что будет сейчас очень-очень сложно. Ради интереса мы нажмем еще раз, но еще раз купить мы не можем. Соответственно, кажется, что мы должны были купить уже кейс. Но я что-то как-то пока не вижу вообще хоть какого-то у нас результата. При этом игры доступны. Это невероятно интересно. Попробуем обновить страничку. Вот у нас пошла загрузочка. И у нас есть первый кейс на этом панели. Да, мы нашли. Это кейсик на маленький у нас, да, на, по-моему, 20 тысяч. Нам в этот раз не повезло. Следовательно, идем открывать еще раз лутбоксик. Но что-то мне подсказывает, что это видео очень сильно растянется просто из-за проблем с загрузкой этого кейсика. Мне нужно очень много говорить, чтобы как-то поддерживать видимость активности видео. Хотя я мог бы поставить на паузу, но сейчас посмотрим, сколько у нас займет это по времени. Вот как-то так. Ох, ребят, прошло, ну, немало времени на самом деле. Мне удалось загрузить еще раз один лутбоксик. Давайте посмотрим, что там будет на этот раз. В первый раз нам крайне не повезло. Нажимаем buy box и нажимаем buy еще раз. Даже, наверное, стоит подождать анимации, как он открывается. Но, судя по всему, я этого никогда не дождусь. Что ж, это печально, ведь не такого анбоксинга я ожидал. Помяки, верните мои бабки, как говорится. Но это все равно не мои деньги. Так что продолжаем дальше просто смотреть, переходя на нужный нам, скажем так, на нужную нам страничку. То есть переходим на главный. Простите, я не могу. Я понимаю то, что, ну, наплыв игроков достаточно большой. Но, тем не менее, это все-таки не повод, чтобы сайт ложился полностью. Я уже ставил на паузу, чтобы просто загрузить один лутбоксик. И, честно, мне прям максимально не хочется ставить на паузу, чтобы загрузить главное меню. Конечно, VPN очень, очень, очень все портит. Но без него у нас никуда. И никак. Ладно. Еще раз поставим так паузочку. Пока оно у нас будет обновляться. Итак, на этот раз выпало кое-что уже получше. Это большой майнер на 50 тысяч. И он, соответственно, прибавляет еще процентик. Так что пока что результат у нас 20 и 50 тысяч. Что в общей сложности равняется у нас 70 тысячам. А потратили мы на это 50 РЛТ. Так что можно считать, что вполне себе даже окупились. И теперь я продолжу свое длительное ожидание загрузки следующего лутбоксика. Удивительно. Но в этот раз загрузилось всего лишь за 2 минуты. Возможно, все-таки подсуетились, ребятки. И что-то смогли сделать. Поэтому нажимаем еще раз buy box. И на этот раз мы видим даже анимацию. Давай, золотистый цвет. Но нет. Мы выбили опять Grimms and Spark. Второй, что уже крайне плохо. Потому что на данный момент мы не окупаемся. Ведь мы не получили что-то уникальное. И думаю, мы откроем еще раз. Либо два. Открываем еще раз. И на этот раз все-таки не получим анимации, насколько я понимаю. Возможно, так оно и есть. Ну, ничего. Опять же, можно немножечко подождать. Анимации я так и не дождался. Поэтому мы переходим просто-напросто в этот, в item-панель. Чтобы посмотреть, что у нас выпало. Ага. То есть у нас не то, что анимация не прошла. У нас даже, даже после покупки не появился майнер. О боже. Эти ивенты это просто что-то с чем-то. Так. Продолжаем. Спустя еще какое-то время мне удалось загрузить четвертый кейс. Надеемся, что в этот раз все будет круто. Так. Насколько я вижу, анимацию я все равно так и не увидел. Но я хотя бы надеюсь, что нам выпадет майнер, который даст дополнительно процент за уникальность. То есть, чтобы он не был повторяющимся. Я очень сильно на это надеюсь. Так. Вот мы загрузились. Идем в item-spanel. Да. Это все еще маленький майнер. Что, соответственно, не является крутым везением. Но, тем не менее, это дополнительный процентик у нас. Итого за 4 открытия мы получили 3 маленьких майнера и один только большой. При этом всего лишь синий. То есть, мы так и не получили ни фиолетового, ни золотого. Сейчас будет последний лутбокс. Пятый. Будем надеяться, что он нас порайдует гораздо больше. Но это лишь надежда. И она умирает последней. И что ж, вот и последний кейсик у нас загрузился. Пятый. Я уверен, что не будет никакой анимации. Поэтому просто-напросто его откроем. Господи. Надеюсь, что выпадет хотя бы. Хотя бы фиолетовое. Я уже не прошу что-то золотое. Соответственно, легендарное. Я хочу просто что-то фиолетовенькое. Там две красивые буквально карточки. Поехали. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, анимации мы явно не увидим. И, соответственно, сразу же при переходе на... Как это сказать? На основной наш источник мы тоже ничего не увидим. Хотя мощность изменилась вроде бы на 50. Но я могу ошибаться. И что же у нас в итоге? Последнее. Последний у нас тигр. Ну, сказать, что ушли в минус. Не сказать, что бы сильно. 125 долларов. В итоге мы имеем по мощности 50. 50. И здесь 20, 20, 20. То есть 100. 160. На 125. При этом мы увеличили процент в общей сложности на... Честно, не скажу. По-моему, это по проценту дает. То есть 2%. И здесь еще, возможно, по 0,5. Следовательно, у нас уже получится 3% сверху. 3% при общей мощности. Это достаточно неплохой буст. Вот такой у нас получился, так сказать, анбоксинг. Что я могу сказать? С сайтом роллера большие проблемы. Каждый раз, когда выходит хоть что-либо массовое, что хотят все купить. Поэтому надеемся, что следующие ивенты не будут завязаны на донате. Потому что столько денег вливать в игру, это печально. Также, если хотите, чтобы я следующие анбоксинги какие-то делал на вашем аккаунте. Как видите, я очень везучий. В скупочках нет. Но, тем не менее, если хотите, можете писать мне в комментариях в ютубе. Я вас добавлю, мы поговорим. Всем спасибо большое за просмотр. С вами был MaxDy7. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все по стандарту.